И снова здравствуйте, мои дорогие кристаллики! С вами снова Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, мы с вами поиграем в крайне любопытную игрушку под названием Project Five Sightseer. Это, ребята, игрушка про вот эту самую машинку. Но вы, наверное, подумали сейчас, что это, скорее всего, какая-то а-ля гонка или что-то нужно где-то гонять, что-то, в общем-то, делать. Отчасти вы будете правы, но, ребята, игрушка является жанром стратегии, что удивительно, по-моему. На этой самой машинке будем путешествовать по миру, где мы выбрали, кстати, я выбрал специально рандомную точку на целом мире и оказался в данный момент вот в этой локации. Я буду кататься за эту тачку, находить различные ресурсы и минералы для того, чтобы в будущем отстроить базу и приобрести себе уже новую технику, которую, вроде как, я также буду управлять. Ещё точно не знаю, потому что сам глубоко не углублялся в эту игрушку, буквально только начал в неё играть, но увидел, насколько же она классно выглядит и не смог не удержаться в неё поиграть. По крайней мере, показать вам такую игрушку определённо стоит, очень уж она красивая. В общем, ребята, приступим, будем играться в эту игру и вот такой вот у нас есть с вами джипончик, понятное дело, которым я могу управлять. И у него есть различные всяческие штучки. У него есть инвентарь, например, в нём написано, какие у нас есть вещички, двигатели, ускорители, всё такое у нас есть, да? Также у нас есть вот такая вот штуковина, это наш прототип Турели Буры. Мы его включаем и также включаем прототип сканера, он будет находить нам ресурсы врагов и тому подобное. Сейчас, видите, здесь уже есть определённые точки, за которыми как раз мы с вами и поедем, для того, чтобы открывать новые ресурсы в этом мире. Так как сейчас я знаю только, где находится медь в данный момент, мы можем с вами побурить вот так гору и получать оттуда, как видите, гравий. Например, в данной горе есть гравий. Нас интересуют вот такие крафты. Например, я могу построить небольшой бур, который будет за меня добывать ресурсы. Но, чтобы его построить, надо будет найти твёрдый металл и кремний. Пока что я не знаю, где их найти, я нашёл пока что только медь. Поэтому сейчас будем исследовать мир в поисках различных ресурсов, да? Также уже начинает вечереть, я не знаю, как здесь будет ночью, но наверняка очень красиво. Единственное, не знаю, насколько же будет темно. Локацию я, скажу, выбрал не самую офигенную, потому что здесь очень много горок, и мне приходится туда-сюда скакать. Возможно, в этом как раз и есть плюсы в будущем. Может быть, я узнаю, что в этих горах всё-таки куча ресурсов, и поэтому удобнее, на самом деле, в горах оказаться. Но проблема в том, что у меня не настолько офигеть быстрая машина, и я могу застревать в некоторых местах. Да, мне это... это сложновато, скажем так. Ну, что поделать. Ладно, погнали дальше. Сейчас заеду на эту горку и попробуем с вами узнать медь. Блин, мне медь не нужна. Мы сейчас с вами ищем кремний. Его тоже, кстати, темнеет. И самое трудное в этой игре это уворачиваться от деревьев. Деревья спилить почему-то я не могу турель буром не получается. Хочу их отпилить, но мне скажут, что здесь бурить нельзя. Так, алюминий. Алюминий я ни разу не находил. По-моему, на какой-то крафт он мне был нужен. Обнаружен новый биом. Круто. Так, давайте посмотрим, на какой крафт мне нужен будет алюминий. Куда-то он требовался, по-моему. Возможно, он нужен как раз для контейнеров. И здесь есть ещё... Так, нет, здесь свинец, твёрдый металл, кремний. Нет, нет, нет. Нет, ну алюминий мне не нужен, но в любом случае мы его соберём, потому что в будущем он не только пригодится. Так, плавить надо здесь. Нет, не здесь. Наверное, это гора имеется в виду. Давайте попробуем её пробурить. Возможно, это подсказка. Нет, смотрите, находим алюминий как раз. Так, ну сейчас наберём его на весь заряд. У нас есть синенькая полосочка, как видите. Она у нас для того, чтобы мы знали, сколько у нас энергии. У нас она не бесконечная, к сожалению. Так, ладно, здесь всё-таки находится снова медь. Мне, возможно, нужно действительно перебраться в другой биом, чтобы узнать, что же там есть из других ресурсов. Возможно, здесь только медь в основном будет. Господи, какие же здесь горы, ребята. Как же здесь тяжело проезжать. Ну ладно, погнали дальше. Так, 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 здесь проедем. И тем временем, пока мы с вами едем, напомню вам, что чем больше лайков, тем больше роликов выходит по любимым вашим играм. Если вы захотите продолжение по игре Project 5, то так, гравий, марганец, алюминий. Ну, опять же, мне этого не нужно. К сожалению, нашли мы не то место. Не везёт мне на нужные металлы. Ну да, ребята, если вам нравится эта игрушка, то можете поставить лайк данному ролику. И если наберётся 3000 лайков, то следующая серия гарантированно выходит на следующий день, как наберётся 3000 лайков. Также, ребята, можете писать комментарии. Сейчас я рандомный вставляю в начале и в конце ролика. Поэтому, если кто хочет попасть в ролик и испытать удачу свою, то вы знаете, что делать. Так, марганец, гравий. Да, господи, почему весь марганец? Где я должен найти, чёртов, блин, этот твёрдый металл? Где ж, куда ж его запрятали-то демоны, а? Ну, возможно, я как раз говорю, в такой локации нахожусь, в которой только одну медь и нахожу. Ну, ладно, ничего, сейчас с вами попутешествую. В любом случае, интересно. Единственное, что ночью и плохо видно, что она находится вдали. И это мне мешает немного, как можете догадаться. Я же не могу сквозь всё проезжать. И хотелось бы город именовать, но не получается. Так, я даже себе карту откручу вот так. Вот всё равно видно только то, что вокруг меня происходит, к сожалению. Так, ладно, здесь у нас что? Здесь тоже гравий. Гравий меня не радует. Гравий нас не радует, ребята. Поэтому погнали с вами куда-нибудь в другое место. Так, сейчас постараюсь, наверное, найти место, где есть побольше ресурсов, которые мне нужны. И уже к вам вернусь, чтобы вам долго не смотреть, как же я тут между двух ёлок застреваю. О, ребята, интересно. Я здесь, знаете, катаюсь, катаюсь, ищу, наконец, кремний. Потому что я уже нашёл немного железа. И, по идее, могу начать. Знаете, с чего я могу построить в будущем уже ветряную турбину. Вроде как, нужна будет для того, чтобы заработать энергию нам. Да, с электричеством это будет работать. Но знаете, что нашёл? Пока катался, нашёл брошенный какой-то компьютер. МК1. Как мне его подобрать, пока не знаю. Но интересно, что здесь такие вещички попадаются. Нет свободного места. Мне пишут. Давайте попробуем его освободить, что ли. А, ну я с собой кучу ресурсов вытаскаю, поэтому места там у меня, собственно, и нет. Давайте что-нибудь выкинем. У меня есть немного кремния. Марганец мне особо пока не нужен. Я не знаю, куда его использовать. Алюминий нам нужен будет. Так, медь, гравий. Гравий дофига здесь собирается. Пока что не знаю, куда его можно использовать. Также его железо собрал. Давайте попробуем подобрать. Отлично, мы его взяли. И что это такое? Это встроенный компьютер. Неактивный. Плюс 7% урона от оружия. Место в интере занимает столько-то. 27 килограмм он вешает. Можно его, получается, засунуть в этот слот. И вроде как он будет работать, как я понимаю. Усиливает нас. Если я правильно понимаю. Ну, единственное, он только в эти слоты и пихается. Поэтому, в принципе, наверное, он только здесь и работает. Значит, слушайте, можно путешествовать по миру и находить всякие интересные еще здесь штуки для нашей машины. Плюс, вы знаете, что узнал? Так, чтобы сейчас не застревать. Еще узнал, что здесь какие-то есть аванпосты, которые можно будет, судя по всему, захватывать. И мы будем их, наверное, захватывать в свое время. Потому что, например, если зайти с вами в добытчики, то на них написано... Нет, не в добытчики, по-моему. Сейчас вспомню, туда же надо было зайти. Так, по-моему, то ли контейнеры, то ли что-то в таком духе. Так, вот, кстати, да. Это здание может запустить процесс захвата аванпоста. Так, чтобы расположить его в хорошо укрепленном месте. То есть, нужно будет найти какой-то аванпост с вами. И мы будем его потихонечку захватывать. Что тоже интересно, скажу я вам. Но пока что моя цель найти вообще какие-то такие основные ресурсы. Либо найти действительно какой-то аванпост. Возможно, через него будет гораздо проще начать. А пока что не знаю, говорю, это мой первый взгляд на игру вместе с вами. Поэтому потихонечку ее изучаю, скажем так. Что узнал еще? Карту открыл, посмотрел, что у вас там по территории, где я нахожусь. Где я сгенерировался. Вот так вот. Ну, как видите, здесь места еще дофигища. Куда нам можно кататься? Мир гигантский. И пока что на моем транспорте его только изучать и изучать. Кстати говоря, тут еще есть вот такой интересный крафт. Сейчас зайдем в транспортное средство. Так, нет, не здесь. Это надо зайти в приспособление. И делается вот такая штука. Внешнее хранилище. Надо для нее алюминия. Попытаюсь ее взять. Написано внешнее хранилище, увеличивающий объем перевозимого груза для вашего транспортного средства. Поэтому сейчас найдем алюминий и попробуем эту штуку к нам присобачить. Ладно что, пока что отправлюсь дальше. Искать дальние земли. Посмотрим, что найдем с вами. Ну и теперь мои поиски мне вывели на вот такую железную бронепластину. Можно, кстати, ее на себя накрепить. Вот таким вот образом берем. Приклеиваем. И я смотрю, что перегруз просто отдох после этого происходит. И придется практически все выбросить. Я думаю, что моя основная задача сделать будет все-таки переносчик. Если он к нам прицепляется. Думаю, что с ним будет здорово кататься. Но пока что придется разобрать железную бронепластину. И даст он нам, знаете, сколько... Ой, черт, никто нажал. Так, даст он нам целую тонну железа. Среди 11 тысяч железа. Ё-моё, сколько много. И сейчас его сразу конвертируем в твердый металл. Теперь у меня целая тонна твердого металла. 13 тысяч, с-моё, твердого металла. Теперь с ним точно нет проблем. Остается только найти кремний. И пока что не знаю, где его найти. Не попадался он мне. Остается только с этим разобраться. И можно уже какой-то первый крафт с вами начать делать. А тут еще есть такие темы. Геотермальное пятно. Тепло, точнее, да. Можно его... Может быть, газовым насосом каким-нибудь. Или небольшим насосом. Может, это что-то можно использовать. Без понятия на самом деле. Так, кстати говоря, почему-то у меня написано, что есть кремния. А что у меня является кремнием? У меня есть какой-то аналог кремния, что ли? Так, сейчас быстренько гляну. Может быть, я что-то могу разобрать. А если вот это разберу, что мы из этого получим? Мы из этого получим немного кремния, да. Понятно, кремния есть в электротехнике всякой, но... В большом запасе у меня его, к сожалению, нет. Надо будет его найти. И здесь пипец, как... Я не знаю, здесь такие местность скалистая такая. Не знаю, я сгенерировал так. Или же в других местах тоже так-то все сурово. Но вот как-то так. Но когда дождь идет, машину просто пипец заносит. Я не знаю, возможно, это с весом и связано. Может быть, с чем-то другим. Ну, вроде сначала, когда у меня даже машина легкая была, без перегруза, все равно катался я так же странно. Не знаю. Ну, это первая техника. Называется Скоробей. Насколько я знаю, вот Скоробей. Принадлежит никто контролируется кристалл. Интересно. То есть, есть кому-то, кому что-то принадлежит. Смотрите-ка, белая точка. В первый раз вижу белую точку. Что это такое? Интересно. Слушайте, давайте скатаемся. Надеюсь, это не какая-нибудь моя вещь выкинутая. А то этот периодический гравий сбрасывал, который случайно собирал. Так, очень любопытно, что за белая точка. Давайте глянем. Насколько я понял, это что-то большое, большое шметок чего-то. Артефакт. Мы какой-то артефакт с вами нашли. Ё-моё. Так. И где же он находится? Плохо видно его? Ну, где-то здесь. Так, сейчас на него выйдем. Он должен быть передо мной. Это артефакт? А, вот артефакт. Это огромная рука. То есть, вот так вот именно артефакт выглядит. Если я попытаюсь собрать, нет, не подходит для бурения. Ну, немножко испортовал местную достопримечательность. Возможно, будущую достопримечательность нашего города, если у нас такое будет так. О! Серьезно, кремний? Прямо здесь, в этой луже? Нормально. А что, все это время он там был, что ли? Было прикольно, если он все время там находился. Так, ну тогда можно будет сейчас... А, как раз первую какую-нибудь постройку возвести. Давайте посмотрим. Так. Небольшой бур. Уже могу его действительно поставить. Добавить твердые ресурсы из окружения. Добытчики должны быть расположены на расстоянии друг от друга или не потерять эффективность. Так, ну давайте попробуем поставить. Нет ресурсов. Нет ресурсов. Ну, понятно, тут надо в какую-то гору это запихать, потому что здесь мы уж точно ничего с вами не найдем. Хорошо было бы добычи каких-нибудь твердых металлов найти. Было бы очень даже кстати. Интересно, еще здесь, получается, какие-то есть ошметки прежнего мира, я не знаю, древнего мира, как здесь это все. Здесь как бы не рассказывалось никакой истории, что вообще случилось, почему мы здесь. Мы просто здесь есть. И все. Ну ладно, не суть важная. Я обычно даже сюжеты особо в таких игрушках не смотрю, но было бы любопытно узнать сюжет, что я здесь делаю, как я здесь оказался. Вот. Может, это в описании игры было написано? Я просто особо описание не читал. Достаточно было, что я увидел, про что это игра. И такой, ууу, клево. Так. Теперь я выехал на какую-то местность, где вообще гор практически нет. Хотя нет, вот я нашел. Так, могу ли я установить? Нет ресурсов. А что конкретно ты хочешь из ресурсов? Мне интересно. Так, главное, случайно ее не построить. Было бы хреново, если бы так все у нас закончилось, что я случайно сделал какой-то крафт, который мне был особо не нужен. Наверное, надо поставить его на пятнышко какой-нибудь, типа... Вот такую вот тему. И там она, наверное, будет добывать. У меня такое ощущение, что именно так это и добывается. Только, блин, опять ночь наступила, и нифига не вижу я толком. Придется сейчас снова по горам туда-сюда кататься. Да, зря я изначально своей локации так далеко уехал. Если Кремль не всегда был в воде, то... Ну, да. Можно было так не путешествовать. Знаете, Википедия нужна этой игрушке, потому что здесь очень много моментов. Интересно, конечно, познавать, но хотелось бы, допустим, какие-то моменты побыстрее разрулить. И, наверное, есть Вики какая-нибудь. Если действительно здесь так много ресурсов, запретанные в таких довольно очевидных местах. Просто ты не знаешь, что они настолько очевидны. Так, магний я добывать не хочу. Мне нет смысла добывать магний. Надо добывать хотя бы алюминий. Так, здесь что-то еще есть. Так, стоп, магний. А вот там что? Давайте скатаемся, посмотрим, что же там мы найдем. И покажи мне, пожалуйста, что это. Я не хочу туда заезжать. Точнее, я даже не смогу заехать при любом раскладе. У меня это не выйдет. Я слишком медленный. Ладно, придется находить опять обход. Либо же забить на эту идею, потому что порой они находятся на горе, на которую ты никак не залезешь. Это самое-самое неприятное, что может быть. Так, главное бы тут не застрять сейчас в этих ямках, а то я в них уже застревал. Благо, конечно, машина из любых, в принципе, таких мест вылезает. Это довольно удобно. Так, что, я смогу-не смогу подъехать? Нет, мне кажется, не выйдет. Да, здесь не видно ничего. Как бы я смог туда добраться? Еще интересно, я встречал твердые обломки. Это прямо, то есть, материал такой валяется. Его можно, видимо, взять. И, возможно, он даже будет в большом количестве находиться. Что тоже любопытно. Ну, ладно, буду искать пока что где-нибудь более-менее подходящие ресурсы. Снова к вам вернусь. Довольно забавно. Сидел сейчас, я такой смотрел, что у меня тут по инвентарю. Потому что смотрю, у меня перегруз появился какой-то. Я такой думаю, ну, блин, наверное, надо машину облегчить. Наверное, не круто ездить с большим перегрузом. И давай смотреть, думаю, что ж мне выкинуть такое. Смотрю, вот такое навожу на железо. А там внизу написано, что твердый металл может преобраз... Точнее, может быть преобразовано в твердый металл, если нажать правой кнопкой мыши. И оказывается, в это время у меня было дофигища твердого металла. Просто я про это не знал. Давайте его конвертируем. Теперь у меня есть 200 твердого металла. И он, кстати, легче вешает, как оказывается. Так, что у нас по задаче тогда получается? Это у нас там требуется... А, тут алюминий требуется. Алюминий, кстати, я тоже можно конвертировать в будущем в железо. Твердый металл, короче говоря, да. Но нам это не надо. Так, что мы хотели с вами? Добыча какую-нибудь построить, да? Так, теперь у нас все еще не хватает твердого металла. Также нужно добыть кремний. Где-то там будет его найти. Ну, кремний вроде как у меня нельзя получить с того, что у меня есть. По крайней мере, я сидел проверял. Вот это конвертируется. Все остальное вроде как бы и нет. Возможно, что-то еще просто не нашел, что можно будет конвертировать. Но прикольно, что написано, сколько требуется крафта. А, точнее, сколько всего требуется для преобразнования. Так, кстати говоря, я магний выкинул. Теперь можно обратно забрать. Места все равно хватает. И он конвертируется во что-то? Нет? Нет, не конвертируется. Используется в строительстве. Сколько каких-то объектов? Ну, окей. Погнали дальше. Дождик пошел тем временем. Если вы думаете, что я вырезаю, и это как-то бессмысленно особо получается. Так, стоп, я тут застрял. Если думаете, что лучше все делать одним дублем, то думаю, что вы ошибаетесь. Потому что на поиски определенных вещей уходит довольно много времени. Пока что вот здесь доехал, мне... Блин, да что это за яма такая адовая? Пока я здесь доехал, мне потребовалось, наверное, минут 10, чтобы до сюда добраться только. С того момента, как мы нашли с вами модуль. Господи, как же здесь ужасно кататься, когда идет дождь. Особенно мне бы эту ямку перепрыгнуть. Ладно, короче говоря, пойду попроверяю еще. Что-нибудь новенькое найду, вас обязательно уведомлю. Либо же какие-то интересные новые земли появятся. Из-за леса и из-за гор нашел я медь, наконец-то, да. О, господи, как же ты сюда далеко ехал. Но нашел огромное количество меди, что меня безумно радует. Потому что медь можно также конвертировать в твердый металл. А твердый металл это ходовая вещь. Поэтому здесь мы, наверное, с вами и поставим наш первый небольшой бур. Посмотрим, где мы сможем заработать максимум. Ну, здесь будет медь и немножко магния. Меня более чем устраивает данная вещь. Создать фракцию. Для выполнения этого действия вы должны быть членом фракции. Окей, давайте. Кристалл. Тут. Так, принять. И фракция кристалл успешно создана. Так, ну давайте теперь поставим. Так, это действие требует постройки ванпоста. Уставление ванпоста закрепить от региона все его ресурсы за мной. О, окей, вот откуда ванпосты берутся. Ну, давайте закрепим зимянный ванпост. Все, все ресурсы здесь должны быть мои, как я понимаю. Так, только поставить надо. Стоп, че? А почему внезапно так стало, типа... Все ресурсы разбросало как-то странно? Ну, окей. Ладно. Если так, то так. Так, теперь твердый... А, я все-таки поставил один, да? Вон он стоит. А, ну окей тогда. В принципе, че? Если здесь уже хотя бы один стоит, то это здорово. И сейчас у нас с вами, получается, открылось... Так, я не хочу это ломать. А, у нас открылось целая тонна возможностей. Ё-моё! Я столько времени катался в поисках только базы. А здесь, ребята, еще ядрить-то колотить. Сколько всего, оказывается. Здесь торговые соглашения какие-то будут. У нас торговые пути мы сможем с вами прокладывать. Можем научную технологию какую-то открыть. Можем с вами зайти на рынок и что-то купить. Единственное, что покупать-то нечего. У меня ничего нет. Так, здесь также есть у нас с вами обзор ресурсов. Это получается, что у меня здесь и есть. Все это можно получить в будущем, да? Так, ну, с этим мы разобрались. Это у нас обычные настройки. Ничего это не изменилось. Так, журнал посетителей. То есть ко мне будут чуваки заходить какие-то. Здорово. Название надо как-нибудь назвать. Ну, пусть просто кристалл. Глядишь, ко мне кто-нибудь зайдет. И изменилось ли что-то в создании конкретно. Вроде как все такое же осталось. Мне просто любопытно еще потребляет 5 электричества. А мне электричества хватает, чтобы это вообще работало. Вот что для меня сейчас любопытное. Надо будет добывать остальные ресурсы, чтобы дальше базу обеспечивать какой-то работой. Плюс у меня нет батареек. Надо бы их сделать. Было бы хорошо, если бы мы с вами их сделали. И также надо найти кучу алюминия. Блин, до сих пор его не нашел. Ну, ладно. Мы хотя бы нашли медь. Это уже очень здорово, что здесь у нас появилась какая-то своя база. Мне бы знать, как деревья выпиливать, потому что это реально раздражает. Так, исследование научной лаборатории. Нужно откуда ее взять? Пока не знаю, но было бы хорошо узнать. Так, что здесь валяется? Здесь какая-то точечка валяется. Какой-то ресурс. Надеюсь, это не я выбросил. Вторит кальция. Интересно, такого еще не видел. Так, то есть могу отсюда попробовать собрать это добро. Так, только не падай! О, здесь литий есть. Нифига себе. Так, ладно. А, это реально контейнер валяется. Так, ну слушайте, мне литий надо было собрать, поэтому я, пожалуй, его соберу. А что, мне литий упускать, что ли? Ну, в общем, будем его потихонечку брать. Так, вторит кальция. Я не знаю, стоит ли мне брать его. И мне бы как-то обратно теперь к нашей базе вернуться. Я тут как бы немного застрял. А, появилась ли функция телепорта назад? Это было бы очень удобно, если бы я мог обратно вернуться к своей базе. Сдержит вместимость. Обзор ресурсов. Торговля. Неинтересно, неинтересно. Торговое соглашение. Новый торговый путь можно проложить. Так, продолжить торговую. Ну, от одного, от другого. Как можно быстрее. Итого вместимость торгового. Торговый путь. А, ну у нас пока что всего лишь одна. Фракция, как я понимаю. Так. Ну, все, в принципе, ладно. Окей. Я думаю, что на этом эту серию можно закончить. И больше, что я тут офигительно застрял. Не знаю, как буду выбираться. Нет, смотрите, выбрался. Ну, ладно. Все равно собирался заканчивать. Для первой серии более чем достаточно. Посмотреть, насколько игра вам интересна. Если наберется, говорю, 3000 лайков. То новую серию можете ждать гарантированно. Точно выйдет. Никуда не денется. На этом все. Да, лайки. Не забывайте. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. А также ваши комментарии буду вставлять в ролике. Поэтому, кто хочет попытать удачу, можете написать комментарии. И, глядишь, я его вставлю в ролик. Будет их два в начале и в конце. Вот так вот. Так что у двух счастливчиков есть шанс попасть в видосы. Только спамить не надо. Там всякую совсем дичь нести. Что-нибудь постараюсь поинтереснее вставлять. Вот такое вот. На этом все. Подписывайтесь. Колокольчик. Лайки. Удачи. 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 Субтитры сделал DimaTorzok